Отбивная на косточке, красная рыба, сорокопченая колбаса. Если вы живете на прожиточный минимум, этих продуктов вы не купите никогда. На центральном рынке в Макеевке можно приобрести все. Но тем, кто рассчитывает на 600 гривен в месяц, приходится выбирать что-то подешевле или вообще обходиться без деликатесов. Елена Тишина продает свинину. Лопатка на косточке стоит у нее 45 гривен, а окорок на 10 гривен больше. Говорит, покупатели у нее в основном средний класс. Пенсионерам такой дорогой продукт не по карману. Ну, на 600 я бы не сказала, что много. У нас не покупают такие люди, покупают голову немножко, там, булдыжечку, что-нибудь такое. А мясо покупают у нас люди, которые не могут себе позволить. Средний, наверное, класс. Тяжело купить на минимум и молочные продукты. Килограмм сметаны у Валентины Ивановны стоит 30 гривен, соленая брынза – 45. Продавцы говорят, чтобы покупали, пенсионерам стараются уступать. А если все-таки на жирный молоко и творог денег не хватает, советуют обходиться диетическими продуктами. Немного купишь, но качественно купишь. Можно не жирный творог, но он свежайший. Сметану можно купить тоже за 15 рублей, 30 рублей литр. Это хватает на целую неделю. В рыбной лавке Елены Якименко несколько сотен видов рыбы и морепродуктов. Но Василий Павлович берет здесь мелкую салаку. Месячный доход у пенсионера как раз равен прожиточному минимуму. Рассказывает, хватает на хлеб, раз в две недели на мелкую рыбку и раз в год на самую дешевую одежду. Живет Василий Павлович от пенсии до пенсии. Вот этой рыбы можно купить, костей, только на борщ или на суп. И получаю я 600, сколько же, 620, где-то так. Ну, что, кажется, вот эти босоножки можно купить, фуражку такую, а больше как такую рубашечку. В Макеевском горосполкоме рассказывают, на 500-600 гривен в городе живут не только пенсионеры. В Макеевке несколько десятков предприятий, где платят зарплату на уровне прожиточного минимума. И 9, где выплаты и того ниже. На этих предприятиях насчитывается в общей сложности 2438 человек. Ну, в основном это предприятия торговли, сферы услуг и транспорт, строительство тоже есть. С нерадивыми предпринимателями ведут беседы в районных администрациях. Их штрафуют территориальные инспекции по труду. И за последние полгода количество таких предприятий сократилось в три раза. Но увеличение зарплаты до минимальной, сетуют макеевчане, уровень жизни существенно не меняет. Ведь пока потребительская корзина равна 600 гривнам, тысячам жителей области будет хватать только на хлеб и дешевую одежду. Оксана Виттер, Андрей Гаража, Панорама.